Здравствуйте, меня зовут Татьяна Фанштейн, я обучаю преподавателей и создаю для них курсы. А еще я выступаю на конференциях по ELT, веду семинары и вебинары для учителей. Еще у меня есть группы взрослых и детей, а это мой сын Алеша. Мне очень нравится, когда дети говорят по-английски, поэтому сегодня я хочу поделиться с вами секретами, как разговорить с ребенком на уроках и дома. Скажу вам по секрету, что 80% успеха занятия зависит от того, с какими материалами вы работаете на уроке. Если ребенок очень захочет поиграть с какой-то конкретной игрушкой, он сделает все возможное и невозможное для того, чтобы эту игрушку заполучить. И мы, преподаватели, можем использовать его искреннее желание в своих корыстных целях, для того, чтобы он говорил по-английски. Обязательно попросите ребенка назвать и вежливо попросить то, что он хочет. Пока он играет с игрушкой, он не замечает сложности грамматики и лексики, поэтому с ним можно легко сделать разговорное упражнение. О, это татапила. Да, татапила. О, окей. Так, что там есть в вашем баскете? Много фрукта и лексика. Но это не так, что это татапила. Сейчас мы будем открывать его. О, окей, но можешь сказать, что произошло? Он уехал и уехал и уехал и уехал, и уехал, и уехал, и уехал, и уехал, и уехал. О, окей, I will. The cocoon will be later. Now let's make another story. О, окей. Когда мы работаем с малышами, мы очень много используем интонацию, говоря о ком-то или за кого-то. Например, this is a mouse, this is a lion. Не стоит забывать и о жестах. Пусть у вас будет своя система жестов. Сначала дети повторяют жест вместе со словом, а через некоторое время остаются только слова. Например, I am fine. Или You are strong. Очень важно, чтобы ваши жесты оставались постоянными, отличались друг от друга и подходили ребятам по возрасту. По этому принципу можно построить игру на говорение, которую дети очень любят. Miming game. Когда вы показываете что-то, а ваши студенты угадывают, что вы показываете. Can you look at me, please, and say what I'm doing? You are eating. What about this? You are sleeping. What am I going to eat? It's a banana. Right. What am I going to eat? A banana. Can you tell me a sentence? You are going to eat a banana. Great. Я очень часто смотрю уроки коллег, которые занимаются с детьми. Больше всего на этих уроках прыганье, беганье, но не говорение. Поэтому я очень прошу вас смотреть на то, сколько времени у вас уходит на разговор. И тратить каждую свободную минуту на уроке для говорения. Например, если вы только что закончили игру со своими детьми, можно попросить их назвать то, что они будут складывать. И это называется tidy up game. Когда мы собираем все накопившиеся материалы. Например, вы говорите Can I have all the horses, please? И ребята собирают всех лошадей и при этом говорят Horses go home. Или One, two, three, dogs come to me. Okay, let's play a tidy up game. Алеша. One, two, three, all the hedgehogs come to me. Hedgehogs, 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 let's watch. What do you say? A hedgehog does home. Right. One, two, three, a tree. And you say? A tree does home. And a flower. A flower does home. Thank you. Если вы собираетесь посмотреть мультфильм, можно спросить детей What are you going to do? Они вам ответят We are going to watch a cartoon on TV. Посмотрите на свой урок и подумайте, где вы могли бы добавить говорение. А как же дома? Как вы думаете, будет достаточно ребенку говорить два раза в неделю по 30 или 45 минут? Конечно, нет. Когда мы учимся плавать? Если мы плаваем два раза в неделю в бассейне или в море, как вы думаете, через какое время мы поплывем? Вероятно, не скоро. То же самое происходит с говорением. Если мы хотим быстрых результатов, то нужно обязательно задействовать в процессе обучения родителей. Когда мы ведем занятия у дошкольников, в процессе обучения всегда три стороны. Родитель, учитель и ученик. Поэтому я всегда даю домашнее задание. Домашнее задание может быть простая разговорная игра или мультфильм, с которым можно поработать дома. Очень важно верить в потенциал ребенка. Если вы будете думать, что ваши дети могут сказать только да и нет, так и будет. Например, может получиться так. Но если вы будете верить, что ваши дети могут гораздо больше, то получится совсем другой результат. Верьте в потенциал своих детей и дайте им возможность поговорить. С вами были Татьяна и Алеша Фанштейн. Подписывайтесь на YouTube-канал SkyTeach. Ставьте колокольчик и смотрите видео специально для учителей английского. Методические, развлекательные и даже философские. Если хотите узнать о своих персональных возможностях SkyTeach, переходите по ссылке в верхней части экрана. Также я напоминаю, что я создаю курсы для учителей. Приходите ко мне на курсы и на страничку Instagram за методическими советами. И помните, очень важно верить в потенциал своих детей. До встречи!